В Петергофе продолжается череда реконструкций. На свое место в центре фонтана уже вернулся бронзовый самсон и теперь замолк каскад шахматной горы. Александр Чижинок прогулялся по тропинкам дворцового парка и посмотрел, как идет реставрация. Бронзовый самсон раздирает пасть льва с удвоенной силой. Год назад он пережил комплексную реставрацию и, помолодев, снова сияет золотом под плеск жемчужных струй. А вот на соседнем Петергофском каскаде шахматной горе шума воды нынче не слышно. Теперь наступила очередь ее реставрации. Последний раз, если не считать восстановления после повреждений времен войны, такие масштабные работы проводились здесь еще в 1829 году. По этим трубам вода течет уже почти три века. Они были уложены в самом начале строительства каскада. С тех пор не раз менялся его декор. Перестраивались стены защитных камер, но Петровский чугун сохранял свою прочность. На зависть современным коммунальщикам 50-миллиметровые стенки будут надежно сдерживать потоки воды еще не меньше столетия. Нужно лишь зачеканить немногочисленные свищи. Сами трубы останутся на месте, как и все исторические материалы. Например, кирпичи, которые бережно складывают рядом со строительной площадкой, предварительно отсортировав. Более тонкий кирпич – это 18 век. Это самый старый кирпич. Что потолще – это уже, конечно, поздний кирпич, наверное, уже 19 века. Сейчас такие, конечно, не делают. Этот кирпич изготавливался еще при смешивании желтков и молока. А вот мраморные скульптуры, обрамляющие каскад, на место не вернутся. Их заменят на копии из искусственного мрамора. В Тергофе, так как уже большое количество имеется копий и в Нижнем парке, и в Верненбауме, большое количество скульптур стоит выполненных по этой технологии. Причины замены – не только вандализм, который, похоже, был присущ посетителям парка во все времена. Фотографии конца 19 века показывают, что уже к этому времени скульптуры имели очень значительные утраты деталей. Вот вандализм – это зло, но очень большой ущерб состоянию скульптуры наносит атмосферное воздействие. Так что замена мраморных изваяний на копии – процесс, по мнению специалистов, необходимый. Оригиналам, с которых будут сняты формы, предстоит тщательная реставрация. Здесь были очень глубокие трещины по всей груди и по шее, потому что в свое время голова была отбита. Мы ее приклеивали еще на прошлой реставрации, пять лет назад. Для отреставрированных скульптур, среди которых есть работа итальянского мастера Франческо Кобианки, будет найдено место в интерьерах дворца. А весь возрожденный каскад предстанет перед гостями Петергофа к началу следующего сезона. Александр Чижинок, Александр Плешкин, Северо-Западное бюро ТВ-центра, Санкт-Петербург.